Здравствуйте! В Киеве 13.00, а это значит время новостей. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Трижды с полуночи российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Обстреляли украинские позиции в районах Широкина и Водянова, сообщили в пресс-центре объединенных сил. За сегодня потерь среди украинских военных нет. Вчера были ранены двое армейцев. За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по украинским защитникам. Семь раз применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, в Луганской области из вооружения боевых машин, пехоты, российские захватчики обстреляли Крымское. А из противотанкового ракетного комплекса Камышеваху. Воздушная разведка. Удары по условному противнику и прикрытие гражданских объектов. Военные асы из объединенных сил провели масштабную тренировку в Донецкой области. Учились поражать цели противника с воздуха. Это аэродромы и пункты управления. А во время выполнения заданий по прикрытию объектов и отражению авиационных ударов важная роль была отведена тренировке подразделений зенитных ракетных войск и ПВО сухопутных войск. Личный состав подразделений, который принимал участие в учениях, с поставленными задачами полностью справился. Россия скрывает информацию о состоянии здоровья политузника Владимира Балуха. Вместо этого присылает ответы без конкретных данных, сообщила в Фейсбук уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Кроме того, Балуха ни разу не проведала российский амбудсмен Татьяна Москалькова, отметила Денисова. Владимир Балух держит голодовку 202-й день. По словам адвоката Дмитрия Динзи, у политзаключенного Кремля подозрения на язву или панкреатита, а также проблемы с сердцем. Подконтрольный Москве суд в аннексированном Крыму незаконно осудил Балуха почти на 5 лет. Якобы за хранение боеприпасов и избиение начальника СИЗО. Правозащитники уверены, крымчанина преследуют за его проукраинскую позицию. Ушла из жизни оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники. По ее данным, певица давно болела и за последние годы перенесла несколько операций. Похороны состоятся в понедельник. Кабалье была 85 лет. Мировая известность пришла к ней в 1965 году. Тогда она заменила американскую певицу на сцене Нью-Йоркского Карнеги Холла. Монсеррат Кабалье известна своей техникой бельканта и исполнением партии в классических итальянских операх Россини, Беллини и Даницетти. Вместе с вокалистом группы Queen, Фредди Меркьюри, она выпустила альбом «Барселона», а также одноименную песню, которая стала хитом. Испанская певица гастролировала до последних месяцев жизни. В этом году свою юбилей она отмечала в Киеве. Три палестинца погибли, 376 ранены в ходе столкновений на границе сектора газа. Об этом сообщает агентство ВАФА со ссылкой на Министерство здравоохранения газы. Отмечается, что израильские военные применяли против протестующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Массовые протесты палестинцев на границе продолжаются с 30 марта. Они выступают за свое право вернуться на территории, которые вынуждены были покинуть после первой арабо-израильской войны. А также требуют Израиль и Египет прекратить блокаду сектора газа. Парламентские выборы проходят в Латвии. В бюллетенях 16 партий и политических объединений. Открылись 954 избирательных участка. Еще 121 работает в 45 странах за границей. Свой голос отдать смогут полтора миллиона граждан. Голосование продлится до восьми вечера. По результатам опроса, который накануне провел Латвийский центр изучения общественного мнения СКДС, все им, вероятнее всего, пройдут семь партий. Больше 17% набирает оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие». За Союз «Зеленых» готовы отдать свои голоса 9% избирателей. Семейный день чрезвычайных ситуаций проходит в Киеве. Показательные выступления пиротехников, кинологов и выставка современной и раритетной пожарной техники. Такой фестиваль организовали спасатели. Подробности узнаем у корреспондента ЮЭТВ Виталия Бакуменко. Он на прямой связи со студией. Виталий, здравствуй. Что уже показали спасатели и как воспринимают люди этот фестиваль? Тимофей, добрый день. Люди воспринимают фестиваль очень позитивно. Сейчас уже почти 3 часа дня. Это суббота, выходной день. Здесь очень много людей, очень много с детьми гуляют. И, конечно же, это радует детей в особенности, когда они видят столько техники спасательной. Здесь очень много реквизитов. Все можно потрогать руками практически. Посидеть за рулем в машинах. И спробовать как бы на себе быть спасателем. Вот за моей спиной стоит эта машина техпомощи. Она предназначена для того, чтобы, допустим, если произошла авария, переворачивать автомобили или разбирать завалы. И вот мы видим, что посидеть в кабине в нее устроилась целая очередь из детей, с родителями. А вот эти вот стропы, которыми эта машина, с помощью которых она переворачивает автомобили, разбирает завалы, сейчас вот для детей из нее сделали качели. И дети вот просто устраиваются в очередь, чтобы покататься на качели вот такой вот тех, машины техпомощи. Для детей здесь очень много интересного. Выступали сегодня кинологи. Дети в снаряжении могут испытать свои силы при работе на высоте. Лестница, стропы. Их спасатели учат подниматься, спускаться. И тоже очень интересно, дети могут собственными руками подержать в руках бронзбоид. Хочу бронзбоид. И те, кто сидят в машине, вот, хочу... Дети, которые сидят в машине, вот, пожалуйста, поставьте синхрон. Что это за машина? Пожарная. Ладно? Зачем она? Чтобы тушить, пожарная. А сирену зачем? Ну, чтобы машины пропускали. Вот так дети, вот такие вот эмоции у детей. И да, как я говорил раньше, детям дают подержать бронзбоид. Тоже посмотрите, как они справляются со своими задачами. Это не тяжело. Это не тяжело. Мы специально гидранты прикрутили для детей, чтобы легче им было. Вообще четыре атмосферы. Взрослый может удержать, но ребенок нет. Все здесь происходит в игровой форме. На входе дети получают паспорт маленького спасателя. Потом они должны пройти шесть локаций. Среди них медицинская помощь. Должны погасить огонь. И там нарисовать некоторые рисунки. Потом они подходят, им дарят подарки. Это каска, раскрашки и карандаши. Вот мы пообщались с первым маленьким спасателем, который прошел все шесть локаций. Тимур, держи. Это тебе печенька такая. Здесь отображен пожарничек. То есть ешь на здоровье. Смотри, здесь у нас разрисовка. Будешь рисовать с родителями. Договорились? Фестиваль сегодня будет длиться до 16 часов дня. Так заявлено в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Так что все, кто еще не пришел, ждем здесь в парке Победы. Можете приходить и собственными глазами увидеть всю технику, которая сейчас стоит у нас на учете у службы чрезвычайных ситуаций. Да, спасибо, коллега. Вижу, что у тебя также переполняют эмоции. Не переживай, уверен, что у тебя также будет время для того, чтобы покататься на качельках у пожарной машины, а также получить паспорт юного спасателя. На прямой связи со студией был корреспондент ЮЭТВ Виталий Бакуменко. Он рассказал о семейном празднике чрезвычайных ситуаций, которые проходят в Киеве. Нести флаг Украины на церемонии открытия юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе будет Михаил Кохан. Он чемпион мира среди юношей и рекордсмен по метанию молота. Стартует соревнование 6 октября. В них примут участие 4000 спортсменов из 200 стран мира, сообщает Международный олимпийский комитет. Украинскую команду представляют 55 спортсменов, которые выступят в 22 видах спорта. Гигантская кукла появилась на севере Англии. Сначала марионетка была замечена спящей на пляже Нью-Брайтон. По легенде, ее выбросило на берег в результате кораблекрушения. Но потом кукла очнулась и прошла по улице Ливерпуля. Тысячу людей собрались, чтобы посмотреть на это. Кукла моргает, крутит головой, двигает ногами и руками. Ее привез сюда уличный театр Royal Deluxe. Труп поколесит с гигантскими марионетками по всему миру. Высота некоторых 12 метров. Увидеть кукол в Англии можно до 7 октября. Всегда актуальные новости об Украине и мире вы найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала UATV.UA На этом у нас пока все. Буквально через пару часов новый свежий выпуск новостей. Поэтому не переключайте. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин